Газовая служба. Прежде чем впустить сотрудника газовой службы, нужно узнать, настоящий ли он. Сотрудники «Газпрома» всегда с собой носят удостоверение и одеты в сине-серую униформу. Также, в отличие от мошенников, настоящие специалисты всегда звонят заранее и ведут официальную отчетность. Ваша квитанция об оплате. Понятно. Давайте распишемся в нашей карточке. Мы приходим, обслуживаем котел в газовую плиту, проверяем все на утечке, выписываем акт выполненных работ, предоставляем удостоверение, выдаем памятки, чтобы не ходили мошенники. Но они ходят. И довольно часто. В Бийске их жертвами чаще всего становятся жители частного сектора. В основном доверчивые пенсионеры. Лжеспециалисты втираются в доверие и втридрога продают зачастую бесполезное оборудование. Оно может не подходить или быть в нерабочем состоянии. Чаще всего людям предлагают мошенники вот этот прибор. Он называется сигнализатор загазованности, который отвечает за безопасность людей при запахе газа. За сертифицированным оборудованием жителям Бийска следует обращаться в официальное подразделение «Газпром газораспределения Барнаул». Здесь помимо запчастей можно купить плиты и газовые котлы. Точно так же покупаете подогрейку, она у вас работает без оборудования. Безок на батарею. В клиентском центре Бийской службы эксплуатации помогут решить вопросы и с оплатой за проведенное техническое обслуживание оборудования. Это можно сделать через банк, интернет-сервисы с помощью терминала, которым обеспечены все слесари службы, на почте и, конечно же, в кассах «Газпром газораспределения Барнаул». В клиентском центре также можно заключить договор на поставку газа. Ваш договор на догодификацию. Подписывать будем три экземпляра. Раньше это было в разных местах города. Людям было неудобно сначала заключить договор на техническое обслуживание и в другом месте ехать заключить договор на поставку газа. Сейчас все объединено в один клиентский центр. В Бийскую газовую службу можно обратиться и по поводу работы. Сейчас в «Газпром газораспределения Барнаул» требуются слесари по обслуживанию оборудования. Руководство компании просит жителей края доверять только официальным газовикам. Несертифицированные специалисты могут представлять риск для жизни. Достаточно вспомнить февральский взрыв в Новосибирской пятиэтажке. Из-за двух лжегазовиков 13 человек погибли, 22 пострадали. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком.